В прошлую пятницу в результате тяжелой болезни из жизни ушел великий эстонский дирижер и педагог Эрик Ласс. Эта утрата является невосполнимой для многих жителей Эстонии. Сегодня в 12 часов в концертном в здании Национальной оперы Эстонии состоится прощание с маэстом. Прямо сейчас об Эрик Лассе мы поговорим с музыкальным редактором Радио 4 Александром Лукьяновым. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Александр. В последнем интервью своем Эрик Ласс здесь в студии ЭТВ Плюс говорил о том, что самое главное для него это испытывать радость от того, что уже совершено, и делиться этой радостью с другими людьми. Как вы думаете, удалось ли ему это? Удалось, удалось в полной мере. Не знаю, кто может повторить его путь, потому что личности такого масштаба, как Эрик Ласс, они в общем-то в истории, в жизни не повторяются. Это чиновника можно заменить, поставить нового, худо-бедно справляющегося со своими обязанностями, а быть послом культуры, в настоящем смысле слова, каковым был Эрик Ласс. Здесь такое звание не дашь, не придумаешь, не назначишь. Его выбирает народ. Если кто-то проходил в последние дни мимо дома на Гонсюре, рядом с пожаркой, где когда-то жил Эрик Ласс, он уже много лет не живет, то видели, уже висит доска в его честь, здесь жил Эрик Ласс, то видели свечки, установленные на доме, на фундаменте после этого трагического события. То есть это говорит о настоящей народной любви к дирижеру и музыкальному деятелю Эрик Лассу. Если говорить о мире классической музыки, можно ли сказать, что без Эрик Ласса все было бы по-другому? Наверное, все было бы иначе, потому что такие дирижеры и музыканты, как Эрик Ласс, они не просто повторяют путь своих великих предшественников, исполнять классику, это значит играть те самые произведения, которые звучали и 10, и 50, 100, 200, 300 лет назад, но он также открывал и новые имена. И я вспоминаю те годы, когда с увлечением бегал на каждый концерт в здание филармонии, и когда Эрик Ласс исполнял современную музыку, которая тогда не слишком-то приветствовалась. Шнитке, Губайдулина, Денисов, Пиарт, так что этих композиторов он тоже открывал, и на его счету, если покопаться, то можно найти немало первых исполнений в мире вообще произведений этих или других композиторов. Я бы обратилась к вашему ответу о народной любви к Эрик Лассу. Действительно, он редкий человек, который знаком не узкому кругу специалистов и любителям классической музыки, а очень широкому кругу людей, и даже звучали такие комментарии, что его могли бы видеть в качестве президента Эстонской Республики. Как вы можете объяснить этот феномен? Я думаю, что здесь необходимо оглянуться немножко назад. Надо помнить, что история Эрик Ласса, если мы рассуждаем, а как он стал таким народным любимцем, началась еще задолго до его рождения, началась с истории его матери, известной пианистки и профессора Таллинской консерватории Анны Класс. Я ее еще застал, когда учился в самом музыкальном училище. Это очень интеллигентный, высокообразованный человек со своими принципами жизненными. Я думаю, что часть этого отношения своего к людям и жизни она передала Эрик Лассу. И вот эта вся атмосфера, музыкальная атмосфера послевоенного Советского Союза, когда гремели имена музыкантов, таких как Давид Ойстрах, не знаю, Святослав Рихтер, Эмиль Гиллис, когда славой пользовался летний пиарну у музыкантов всего Советского Союза, когда пиарну становился музыкальной столицей, когда в доме, где отдыхал, скажем, тот же Давид Ойстрах, собирались эстонские музыканты, Бруно Лук, Анна Класс, рядом и молодой Эрик Ласс, уже подрастающий, и мужающий как музыкант. Вот откуда нужно начинать. Сегодня, конечно, имя Анны Класс не так известно. Да, она сама подсмеивалась. Говорит, однажды встретились на улице, она посмеялась. Вот, говорит, было время, когда спрашивали, а кто такой Эрик Ласс? И отвечали, а это сын Анны Класс. А сегодня иначе спрашивают, а кто такая Анна Класс? Ну, это мама Эрик Ласса. То есть вот так передавалась эта эстафетная палочка в культуре, в музыке. И Эрик Ласс по-настоящему был своим для многих. Его знала и русская аудитория, если говорить о нашей Эстонии. Он был своим человеком в еврейской общине, вот даже будет похоронен на еврейском кладбище. Его хорошо знали в Финляндии. По-моему, он был одним из первых музыкантов, кто еще в советское время начал выезжать за рубеж, вот именно в Финляндию. И, естественно, он был своим человеком в России, если вспомнить, сколько за последние 20 лет, сколько раз он там перебывал, какими оркестрами дирижировал и какие оркестры возглавлял. Это настоящий посол культуры. И тут, конечно, его заменить невозможно. Но вот если у тех оркестра, которыми дирижировал и возглавлял, более сотни оркестров по всему миру, какие-то основные вехи можно выделить в творчестве Эрик Ласса? Я думаю, что здесь стоит говорить тогда об оркестрах, которые он возглавлял непосредственно как главный дирижер. Это предполагает контракт на несколько лет, предполагает определенное количество концертов, которые он обязуется дать с тем или иным оркестром. Ну, здесь в первую очередь, наверное, хотелось бы выделить, если говорить о последнем периоде, то, наверное, московскую новую оперу. Он с ней сотрудничал лет 10, наверное, с начала 2000-х. В 2006-м, по-моему, возглавил коллектив театра. И я вчера буквально разговаривал с музыкантом оркестра новой оперы Денисом Голубевым, который очень высоко всегда отзывался и отзывается о Эрик Лассе. И вот, опять же, свой человек, любовь к дирижеру рассказывал такие вещи, которыми, в общем-то, дирижер не должен заниматься. Где-то затормозили музыкантов коллектива на границе. Эрик Ласс срывается на своем автомобиле и едет туда выручать друзей музыкантов. Кто-то забыл вещи в гостинице, а вот уже скоро отлет. Эрик Ласс мчится, забирает вещи. Вот такой человек Эрик Ласс. Да, оркестрами он дирижировал очень многими. И я думаю, что все без исключения сегодня вспоминают его добрым словом. Я помню, что когда мне удавалось брать у него интервью, меня поразили некоторые вещи. Например, что было видно, что он не очень хорошо себя чувствует, с трудом передвигается, но при этом он сохраняет потрясающий оптимизм. То есть он действительно находится в хорошем расположении духа, он веселый, он шутит. И при этом он очень просто общался с людьми. Он никогда не строил из себя такого великого маэстро, который свысока смотрит на остальной мир. Какие воспоминания у вас остались об Эрик Лассе и об общении с ним? То же самое я могу сказать. Чем больше, значительнее человек, личность, тем он проще в общении. Эрик Ласс никогда не задавался, никогда не задирал нос кверху. Всегда был очень демократичным. И, кстати, насчет его оптимизма. В какие бы моменты ты с ним не пересекался, не видел, вспоминаю и его последний год, когда он принимал новый рояль Стейнвей. Он пришел в наш зал камерный Муспеа де Майя. Там он себя неважно чувствовал. Вспоминаю какой-то прием, связанный с французским посольством. Он там уже сидел. Например, я звонил ему осенью в ноябре. Музыканты из Новой оперы приезжали сюда и давали концерт в Кадриорге. И приглашали его на свой концерт. И я ему звонил по телефону. Кстати, тоже его уровень доверия. Когда-то много лет назад он дал мне свой номер мобильного телефона. Я, в общем-то, не злоупотреблял, конечно, этим. Но когда у меня был порыв ему позвонить, поздравить, возможно, с наградой, может быть, какое-то событие я узнал. Ах, Эри, неужели? И вот таким образом. Так вот, я ему позвонил, передал приглашение. А он тогда уже себя неважно чувствовал. Но это уже ноябрь 2015 года. И он посмеялся, сказал, ой, вы знаете, я уезжаю сейчас, улетаю. Меня пригласили на открытие нового здания Геликон оперы в Москву. Я там должен быть. И потом уже мне рассказывали, что доставили его туда, привезли на коляске он уже был. Вот. Ну да. Такие люди, они сильные до конца. Я напомню, что прощание с маэстро состоится сегодня в здании Национальной оперы Эстонии и пройдет в 12 часов. О Берри-классе мы сегодня говорили с музыкальным редактором Радио-4 Александром Лукьяновым. Спасибо, что пришли. А прямо сейчас на ваших экранах сообщение из мира культуры и анонс социальных мероприятий.